Витком набился Завелся мотор, сейчас поедем Стекло тут грязное, конечно Все, пошли Пошли Цена чуть подороже автобуса 24 рубля Ну это собственно и есть Автобус на воде А вот это вот Знаменитая, вот эта Графская пристань 1848 год Или шестой Не вижу отсюда Разворачивается Вот так, мои дорогие За сутки Где я только не побывала И что я вам только Не показала Еще неизвестно, во сколько Я буду дома Парусник стоит Это Седов, наверное Вода плещется Вода плещется А люди вот так на работу ездят На таких паромах скорые Переезжают на северную сторону Из центра Потому что так город расположен Что объезжать очень далеко Мы ездили на ту сторону В Любимовку На пляж Раньше Прям с машиной Загружались С нами и полиция И скорая Все Все Ну потому что Плыть-то все Ничего Объезжать очень Сколько-то километров Много Какого-то только транспорта нет На оленях На собаках На корабликах Вот на таких Стареньких А ничего Пахтит себе И тащит Вот видите Этот отошел В Севастополь А мы на его место Сейчас Припаркуемся Ну что Восемь минут И все И мы вот Причаливаем Вот видите Вот и все Все как положено Вот такой транспорт Ну что Я в автобусе Сейчас в 14.05 Он отправится И где-то в 16.15 Буду В Епатории А там Либо Костя Приедет за мной Либо Пересаживаться На другой автобус Так Поедем Про нас Тучкуевка Дальше Любимовка Я думаю Что известные Места Многим Дорога Прям Круг Она любила Как Серпантин Горный Не успела Снять Их там Дяденька Шел Их там Столько Было Кос Идут Себе Деловые Такие Строем Ой Пока В автобусе Сидела Вот я говорю Объявления Такие Как Из песни Антонова Автобус Проследует Через Айвовое Тенистое Виноградное Прям Песня Антонова Прям Одни Винодельни Винодельни Так что Девчонки Заходите Продегустировать Козочки Козочки Гуляют Я не стала Покупать Билет В кассе Ну потому что Тут есть Такая практика Меня водитель Посадил Прям Вот Видите Какое место Хорошее Можно Хоть Поснимать Понятно Что Трыгается Автобус Но Все таки Не сбоку Храм Строем Крыша Это Медная Что ли Или что Это Она На солнце Прям Сияет А вот Эти Дома Были Заброшены Один Сделали Смотрите Наши Наши Не оставь Остановочек Видите Как Все Кто ездит Постоянно Знают Всех Водителей Сереж У нас Наши Черноморские Знают Кто Ездит На работу Все Все Знают Друг 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 Практически Родственные Родственные Отношения Позвонил Костя Обещал Меня В Евпатории Встретить Водитель Слушает Песни Ну Такое Старье Такое Старье Мне кажется Даже Наше Поколение Уже Не Слушает Такие Песни Главное Такая Подборка Их Не Назвать Ретро Ностальжи Что То Такое А Просто Отвратительного Качества Музыка Ужас Да Вот Такая Я Противная Потому Что У меня Слух Музыкальный Исключительный И Меня Такая Музыка Просто Выпешивает Мне плохо Становится У меня Голова Начинает Болеть Так А это Мы Проезжаем Табачное Это Родина Стерии Крымской Ну И Кто Не знает Это Натуральные Растения Натуральный Заменитель Сахара Гораздо Лучше Чем Вот Эта Вот Химия Которая Сахарозаменитель Здесь Вот Ее Выращивают И Теперь Уже И В аптеке Можно Купить Ну У нас То Ее Понятно Продают И То Продают Вот В Черноморском Только Летом Для Туристов А Так Вот Я Не Видела Кроме Как В Аптеке Так Что Есть Так Село Табачное Где Выращивают Стею Это Я Вам Как Диабетик Говорю Сидит Курица За рулем Сережа Тогда И Остальных Разрешил Я Тоже Сейчас С удовольствием А то Сиди На него Смотри Ну В общем Мы Еще И В Николаевку Заезжаем Такой Крюк Кто Отдыхал Николаевке Тут Правда Не видно Особо Ничего Одни Сосны А там Еще Автостанция Будет Остановка Я Ехала Как-то Ну Это Вот Наверное Года Два Назад Может Я Ездила Тоже На автобусе В Севастополь И По дороге Водителю Звонит Кассир С Николаевки И Говорит Что Ни одного Билета Не продано И Тогда Он Не Заезжает И Мы Быстрее Намного Приехали В Севастополь Видите Какая Экономия Времени И Бензина Вот Вспоминаете Николаевку Спасибо Сейчас С девчонками Разговаривали Приехали люди Отдыхать Да Ну Понятно Затопило Ялту Нет Воды Естественно Никто Людей Не Предупредил Они Приехали Ни воды Ни света Ни канистры С водой Их Не Встретила Ну И Как Представляете Не Помыться Не Умыться Ну Естественно Они Отказались И Вот Им Предложили Вот тут Вот Где Аквапарк Неработающий Да Кто же Еще Неизвестно Какие Тут Условия Ой Вот Они Все Возмущались Как Так Можно Я Говорю Еще Как Где Где-то Вот Тут В домике Ну Мне Уже Немножко Осталось Костя Должен Встретить Сейчас Доедем Ух Ты А Машин Да Сколько На берегу Вы Посмотрите Палатки Вперемешку С машинами Народ Дорвался До Солнышка После Дождей Солнышки Морешка На солнышке Блестит Не дело Конечно Вот Это Машины На берег Еще Моют Народ Все Хотим Чтобы Экология Вла У нас Хорошая Ставят Люди Вдоль Дороги А Некоторые Умные Видите Прям Туда Трясется Все Думаю Чего Не могу Дозвониться Утром Давиде Трубку Не берет А сейчас Еду Лена Мне Звонит Приятельница Моя И говорит У Вити Брат Умер И Оля Жена Заболела Сильно Очень Ну Сейчас Дозвонилась Говорю Какая помощь Тебе нужна Да Не Ничего Нормально Ольге Выписали Лекарство Дома Лежит Ну А брат Болел Жалко 50 лет Моложе Ведь Он У них Самый Младший Так Вот Я говорю Ты Звони Приезжай Если что Надо Мало ли Какая помощь Это Надо Я говорю Не успеешь Уехать Из дома Тут же Какие-то Всякие Неприятности Валятся Лето Только Началось Одни Пробки Кругом Либо В одну Сторону Либо В другую Либо В обе Ну Вот Я Подъезжаю С этой Стороны А Костя Подъехал С той Стороны Так Шлагбом Веревочка Заканчивается Мое путешествие Еще 70 Километров И все Ой Девчонки Бешеные Собаки Сверстный Крюк Это Про меня Девчонки Девчонки